Тёплое Красное море, солёная прозрачная вода, солнечный свет, пронизывающий коралловые джунгли. Чем не раздольят для роскошной жизни миллионов подводных обитателей? Подводные поляны сюрелистичны и многолюдны. Для многих жителей просторные морские пастбища и дом, и своеобразный ресторан. Снуют в разные стороны стаи рыбок, напоминающие красочные облачка. Плоские, как лист бумаги, они кажутся нарисованными на экране подводного эфира. Иначе нельзя спрятаться внутри рифа. Скрываться им есть от кого. Хищники не дремлют. Коралловые красавицы не все могут похвастаться кровожадностью. Рыбы-ангелы, рыбы-бабочки, рыбы-попугаи – изысканные вегетарианцы. Их рацион – водоросли, микроорганизмы, морские травы. Некоторые из коралловых травоядных не прочь полакомиться и кусочками коралловых веток. А встречь водоросли с коралловых лесов – любимое развлечение рыбохирурга. Среди разноцветных, мягких и твердых кораллов можно увидеть пасущихся креветок, неподвижных морских ежей, драгоценные раковины моллюсков. Залихватские грызуны, морские ежи – также большие любители морской растительности. Они-то уж знают толки в водорослях и в морских травах. Наполеон – большой, серьезный и деловой представитель морских глубин. Получил такое название из-за сходства своего надбровного выступа с головным убором французского императора. Однако, вопреки своим внушительным размерам и обязывающему названию, добрый нрав этого морского создания известен каждому мореплавателю. Субтитры создавал DimaTorzok Важный хмурый вид Наполеона – всего лишь маскировка. Природная любознательность и общительность рано или поздно выдают этого гигантского красавца, как выдает его полной надежды и верности по-человечески умный рыбий взгляд. Самая интересная особенность этого морского чудака – непревзойденное любопытство и общительность. Встреча с аквалангистом – трепетный и волнительный момент для Наполеона, помнить который он по своей привычке будет очень долго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok